Здравствуйте! Это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Андрей Дриер. И смотрите в этом выпуске. Подъезд в огне. Больше полугода мэрия и управляющая компания не могут устранить последствия пожара. Качели угрожают здоровью, крыша жизни. Сюжет о том, как один дом без присмотра оставили. Это, кстати, практически идеальный двор, особенно если сравнивать с придомовой территорией в доме на Гулькино 39. Там управляющая компания не работает годами. Трава по колено и убийственные горки и качели. Заставить управляющую компанию работать практически невозможно. Так говорят жильцы этого дома. Сергей, который всего несколько лет назад купил здесь квартиру, с этим мириться не намерен. Я живу на пятом этаже. У меня туда долетают комары. А комар при скошенной траве не разводится. То есть траву не косят, пока не придешь и заявку не напишешь. Как известно, документ не звонок. Его не проигнорируешь. Но управляющая компания, которая содержит общедомовое имущество на Гулькино 39, видно даже на языке официальной бумаги, жителей не понимает. Вот такие предподъездные площадки, их тоже уже давно никто ничего не делал. Они уже в таком разрушенном состоянии. Единственное, мой предшественник, который жил в моей квартире, у которой я купил квартиру, он своими силами подъезда, своими какими-то силами, они сделали козырек. Проблемы на подходах к подъездам, конечно, не заканчиваются. Покраска, я так понимаю, производилась очень давно, потому что уже все пооблупилось, пообшарпалось. Ну и так практически по всему подъезду не белилась уже очень давно, потому как тут уже паутина, она проросла. Окна деревянные, но разговаривать про окна, у вас нет средств, чтобы поменять окна вам, потому как у вас на доме долг. Откуда долг, жителям не объясняют. В управляющей компании, по словам Сергея, есть формула. Она звучит так, нам на зарплату едва хватает. Впрочем, это для управляющих организаций прием не новый. Чтобы не теряться в догадках, мы решили спросить в самой УК. Здравствуйте. Смотрите, а с кем можно поговорить по поводу дома на Гулькино 59? А что случилось? Хотели интервью взять. Просто жильцы жалуются, что никто работу никакую не проводит в этом доме. Я не вправе. Руководитель сейчас обсуждает. Вы не руководитель? Вообще об этом нет. Ну, вправе или не вправе? Может, вы просто расскажете, какой-то долг на доме или почему? Нет, нет. Какой долг на доме? Работы проводятся согласно перечню. Подъезды жители моют сами. А в одном из подъездов даже заключили договор с клининговой компанией. Хотя, согласно перечню, постановление правительства номер 290 «Уборка общедомовых помещений» – обязанность управляющей компанией. Весь вопрос в том, что живем в центре города, практически в центре города, да, на второй линии, да, может быть. Ну, а такое ощущение, когда заезжаешь, сам видишь, как какому-то захоронишься. В этом году, к счастью, в доме проведут ремонт крыши. Мягкую кровлю поменяют на двускатную или так называемую шатерную. Пока крышей здесь называют «это лоскутное полотно». Но остранять проблему будут за деньги из фонда капитального ремонта. То есть вообще управляющая компания ничего не делает? Ну, по всей видимости, да. Но никак они делают, когда, как сказать, ты приходишь и говоришь, давайте я вам напишу заявку. Они говорят, нет, заявку не пишите, мы завтра траву скосим. Они траву скосили один раз в этом году. Один раз они косили. В доме живут в основном пенсионеры и семьи с маленькими детьми. И у Сергея есть дети младшему год. По его словам, из-за нескошенной травы малышей мучают комары и мошки с детьми не погулять. В такой траве только хищникам прятаться. Опасны здесь и детские аттракционы. Но убрать их оказывается дороже, чем ждать, когда малыши травмируются. Площадка в таком состоянии. То есть тоже о площадке тут какие-то слухи не ходят. Я когда начал разговаривать с предыдущей старшей по дому, она говорит, года три-четыре назад приходили какие-то подрядчики. И сказали, мы за 60 тысяч готовы устранить вот эту деревянную горку и что-то еще. Ведь строить не ломать. В случае с этой горкой кажется, что ее строительство обошлось в разы дешевле, чем предполагаемый снос. Конечно, в пересчете на советские рубли. Ее, я так думаю, построили очень давно, потому что дом 72-го года. И ее построили очень давно, потому что деревяшки настолько разрушили, что ребятня по ним просто бегает. Зимой, да, вот несколько мужчин вот с этого дома, с того дома, они просто подготавливают. И зимой хорошо, да, ребятишкам кататься. Дети, что катались здесь летом, не понаслышке знают о занозах. Жители хотят войти в программу по благоустройству дворов. Все железо выкопать и сдать. А на вырученные деньги частично оплатить строительство новой площадки. Это у них, положим, получится. А что делать с жалобами жителей на другие проблемы? Этот вопрос для управляющей компании по традиции риторически. То, что жильцы жалуются, вы сами понимаете, ЖКХ, это же всегда жалоба и жильцов. Если у вас загорелся подъезд, пожарные потужат огонь. А вот кто поможет с последствиями пожара? И вот эта проблема настигла жильцов именно этого дома. У них больше полгода назад подъезд сгорел, да так и стоит в копоте и саже. Все поплавило, все поплыло. Тут все открытый огонь был у людей, здесь прогорела точная стена. Где-то там дырка, у них все в копоте, сажи. То есть к людям. То есть там ремонт однозначно. Это кадры первого сюжета программы «День с толком» о пожаре в подъезде. Началось все с электрощита, а дальше от первого до пятого этажа выгорела вся проводка. Все пропало, все пропало. Со свечкой. Что было в холодильниках, все пропало. И что со свечкой. Свечек он закупил, сходил сегодня опять. Фонарик купила, вот не знаю. Насколько хватит. А это все тот же октябрь 19-го. Это уже несколько дней спустя. Почти неделю жители подъезда прожили без электричества. И вот прошло уже больше полугода. Последствия пожара все не устраняют. Теперь дело в ремонте. Евгений, житель подъезда, рассказывает, электричество восстановили за счет управляющей компании. А вот дальше... Дальше началось все самое интересное. На первом собрании, которое проходило в администрации Режиссидорожного района, нам по поводу ремонта подъезда сразу сказали, что ничего не ждите. Главный вопрос восстановить электричество. Попросили с нас денег сначала, когда мы заявили о том, что платить мы ни за что не собираемся, так как в 2014 году были выиграны суды у жилищного комитета города Барнаула. Дом выиграл суд у КЖКХ на капитальный ремонт. Городской комитет еще тогда, в 2014-м, должен был по решению суда заменить не только проводку. Есть там и кровля, и подвальные помещения. В этом заключении, в решении суда, есть там спорный момент один по поводу того, где именно будет ремонтироваться электропроводка. В исковом заявлении, если я ничего не путаю, сейчас главное не слукавить нигде, написано о том, что ремонтируется подвод электричества к дому в подвале и общедомовых помещениях. А в заключении суда, уже в решении суда, которое предъявлено комитету по ЖКХ города Барнаула, написано, что подвод к дому и в общедомовых подвалах, и как-то там так странно, в общедомовых подвальных помещениях или подвальных помещениях общего пользования, в общем, абсурд полнейший. Так в документ и закралась ошибка. Ну и тут все. То есть, как бы комитет по ЖКХ на этом первом же собрании, которое у нас проходило по поводу пожара, нам сразу сказал, что, ребят, мы вам ничего ремонтировать не будем все равно. Все. До свидания. Более того, по словам Евгения, комитет ЖКХ обязал провести ремонт подъезда управляющую компанию. А уже капитальный ремонт дома жителям обещают только в 2022 году. В итоге вопросы у жителей и к комитету ЖКХ, и к управляющей компании. Да и не только у жителей. Прокуратура хотела проверить, не бездействие ли со стороны КЖКХ, то есть отсутствие ремонта, привело к пожару. Дом 64-го года постройки. Электропроводка, ну, по крайней мере, за последние 7 лет, что я здесь живу, точно не менялась. И, судя по проводам, которые там висели, видимо, это провода с тех времен. Ну, или близких к тем самым временам. Я думаю, тут можно понять, что нормы потребления электричества в то время и сейчас, они абсолютно разные. Правда, прокуратура подозрений жителей и общественников не разделила, нарушений в действиях комитета не нашла. А сейчас деньги на ликвидацию последствий пожара требуют жильцов, конечно. Как разрешится вопрос, мы будем следить. А пока всем коммунальным службам и организациям уместно обратить внимание на слова Евгения. Я не знаю, как тут. Есть как-то, должны быть какие-то нормативы, видимо. Это не мое дело. Мое дело, то есть я купил квартиру, я плачу коммунальные услуги. И я не должен замечать работы всех этих служб. Они должны работать так, чтобы я их не видел, не знал о их существовании и просто комфортно жил. Потому что я все плачу. Если вас беспокоит коммунальная проблема, обращайтесь к нам, пишите заявку на сайт, звоните по номеру телефона. Мы приедем, снимем и, возможно, это поможет в решении вашей проблемы. А пока, до встречи в следующий вторник. Субтитры создавал DimaTorzok